Новые председатели, новые планы для народа. В Адамовском районе в минувшие выходные прошла отчетно-выборная конференция. Обсуждались проблемы и вопросы, которые волнуют представителей казахского народа. И был выбран новый председатель районной общественной организации «Казах-Теле». В Адамовском районе 40% населения составляют казахи, и здесь особенно чувствуется сплоченность этого народа. Общественная организация «Казах-Теле» в этом районе одна из самых мощных. Но после смерти руководителя общества, которое возглавляло его более 20 лет, возникла необходимость в избрании нового. Состоялась отчетно-выборочная конференция. Люди говорили о сложностях и путях их решений. В школах, ну не во всех, я хочу сказать, в тех школах, где у нас население в основном казахское, есть зачатки того, что изучает свой родной язык. Перестала существовать страница Берлик в районной газете. Недостаточно проводится пропагандистская работа по подготовке, по подписке на газету «Жана Айкап». Все эти вопросы необходимо решать казахскому обществу в районе. После обсуждения дел насущных перешли к голосованию за нового руководителя общества. Главным претендентом был Канад Кулахметов. Единогласно эта кандидатура была поддержана, одобрил выборы людей и глава района. Назрела необходимость обновления этого общества для того, чтобы усилить работу среди населения казахского района. Для того, чтобы наш район жил многонациональный, с городом еще хочу это сказать, жил в мире, в согласии, несмотря на национальность. Кстати, на встрече говорили и о терпимости национальности друг к другу, о толерантном отношении людей. К слову, в самом районе и каких-то неприятных ситуаций, связанных с этим, не было. То, что обсуждалось, оно у всех на слуху, потому что мы же СМИ, средства массовой информации, телевидение, видим эти проблемы. Есть опасения, а мало ли, а вдруг это и сюда придет, и не дай бог это случится. Поэтому и звучат слова предупреждения, предостережения о том, что если что-то, вдруг где-то что-то случится, необходимо сразу об этом сообщать, эти вопросы надо решать. Новый председатель общества уже готов к работе, но понимает, легко не будет. Очень трудные задачи стоят сегодня на конференции, речь велась о языке казахского, о казахском быте. То есть, еще впереди большая работа. Первое, что пообещал сделать новый руководитель, это приложить усилия к введению в школах нового предмета, изучения казахского языка. Уверен, местные власти будут содействовать этому. Александр Жарков, Петр Рукин, ОРИЕН-ТВ.